Все пациенты осведомлены, что вы сейчас к ним приедете. Для этого вы просто набираете код домофона, поднимаетесь в квартиру, вручаете им пакет. Внутри каждого пакета есть рецепты на лекарственные препараты, они должны на них расписаться, в том, что получено. И все. Короткий инструктаж и студенты-медики отправляются в путь. Их миссия – доставить льготные лекарства людям старше 65 лет. В ее реализации участвуют более 160 добровольцев. Мы стоим на страже распространения данной инфекции, коронавируса. Соответственно, мы помогаем пожилым людям оставаться дома и не заразиться. Оказываю помощь пожилым людям с лозунгом «Добро спасет мир». Поэтому я участвую в данной акции. Для работы медучреждения передают волонтерам списки льготников. Инициировать доставку лекарств можно и самостоятельно, позвонив по телефону в поликлинику. К слову, забрать лекарства могут и родственники пациента, если они не находятся на самоизоляции. Для снижения заражения данных пациентов новой коронавирусной инфекцией у нас организована доставка льготных лекарственных препаратов на дом. В этом случае нам помогают наши волонтеры-медики. Мы все понимаем, что это вынужденное время и призываем наших граждан с пониманием относиться к этому мероприятию при ухудшении самочувствия не приходить в поликлинику, вызывать врача на дом. Пожилых людей предупреждают о визите волонтера заранее. Это делается не только для удобства граждан, но и для безопасности и предотвращения случаев мошенничества. Всех мы предупреждаем, в том числе с массовой информацией, что волонтер имеет документы удостоверяющие личность. Волонтер никогда не потребует того, чтобы его пропустили в квартиру. У него защищены руки, а также, соответственно, он обладает информацией непосредственно о той задаче, которая поставлена перед ним медицинская организация. Мы также будем публиковать дополнительную информацию, чтобы граждане защищали себя и не, соответственно, доверяли посторонним людям. Всего под категорию льготников в области попадает более 40 тысяч человек. Что касается льготников в возрасте младше 65 лет, то они будут получать медикаменты, как и прежде, в плановом режиме. Павел Волков, Ксения Старцева. День в событиях.